Такое два секрета. Первый для тех, кто в социальных сетях. Чтобы целый день слушать анекдоты, надо вот здесь кликать на кнопку Ютуба, и потом появится следующий экран. Здесь кликаем на название канала, потом кликаем «Оспозвонить всё». Тогда должна появиться примерно вот такая страница. Всё подряд, без рекламы пока. Если какой-то ролик хочется пропустить, там есть кнопка. Второй секрет. Пусти под каждым видео есть ещё анекдоты. В ниже описании. Вот, например, здесь такие. Мартёна поняла, что переборщила. С выбором страшненькой подруги. Когда-то к ним на дискутеке побоялись пройти даже скинхеды. Погода сегодня в деревне будет замечательная. Если, конечно, дождик не пойдёт. А вы точно синоптик? Чтобы скрыть от жены своё пьянство на рыбалке, дед Петруха во время возвращения купил огромного сома. Вот это свиная тушка его и выдала. Зашёл сегодня в ресторан, а там смыр-р, все палочками едят. Ну так это, наверное, китайцы были. Я тоже сначала так подумал, а потом смотрю лыжники. Ничто так не радует женщину после 30 лет, как просьба предъявить паспорт при покупке алкоголя. Твоя рожа мне Париж напоминает. Чем? Так бы съездила. Вчера кукол-перевозчик савис на два часа по всему интернету, потому что один дятел пытался перевести с древневенкинского на один из языков экваториальных дней какое-то предложение. Марина, вот если кошки лечат, то почему? Одна кошка лезет все мне, все время мне надо в рот, а другая все время лезет на батарею. Ну как? Одна лечит душевные раны и внутренний бой, а вторая коммунальная служба и ЖКХ. Отец и сын едут на машине. Сын за рулем. Сын спрашивает. Папа, ну как, я умею водить? Отец говорит. Ну, а ты увидел красивую девушку на тротуаре в мини-юбке? Сын говорит. Нет, не видел. А значит пока не умеешь. Я в охренительно прекрасном расположении духа. А ну-ка, отдыхни. Я никогда не смотрю до конца на ютубе ролики о мотивации, потому что там всегда говорят, прекратите смотреть всякую хрень. И после этого я послушно выключаю. Бабки в троллейбусе так смотрят на меня, как будто я им место уступить торжен. А ничего, что вы всю ночь спали, а я всю ночь бухал. Отец с маленьким ребенком летит в машине. Ребенок ноет. Папа, давай быстрее, на мультике упаздываем. Отец говорит. Нельзя быстрее. Верно, где могут стоять каишники? Ребенок все равно ноет. Отец говорит. Тогда давай смотри. Если водители встречных машин будут моргать нам, не скажи. И прибавляет скорость. Ребенок пододвигается к лобовому стеклу и смотрит. Так. Этот не моргает. Этот не моргает. Вот этого не вижу, он в темных очках. Я слышал, а ты на стройке работал? Ага. И что там делал? Кирпичи таскал, доски таскал. А песок тоже таскал? Нет. Его плохо покупают. Мужик невысокого роста заходит в автобус и врезает карман здоровому гражданину. Тот хватает его за шкирку и кричит. Ты что делаешь? Нищи. Кого обуровываешь? А тот говорит. Кто нищи? Я у тебя пятый карман выбираю. Ни копейки нету. Подписываемся, кликаем на колокольчик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!